На мотоцикле без подвески по всему миру американский байкер Чарли Уэйсел путешествует на необычном Харлее и уже проехал половину России, добравшись и до Красноярска. В чем уникальность мотоцикла и как байкера встретили красноярские мото-братья, узнал Евгений Шиповский. Безбашенный американец на мотоцикле, так Чарли Уэйсена называют красноярские байкеры, путешествует по России уже третью неделю. Он 20 лет за рулем двухколесного друга. На нем чувствует себя ближе к природе. В мире посетил немало мест, но мечта была проехать по Транссибирской магистрали и познакомиться с культурой нашей страны. Для настоящего байкера преград нет, и несмотря на напряженную обстановку в мире, Чарли уже осуществляет свою мечту. Я не сомневался, потому что многие люди умеют разделять политику и обычную жизнь. В этом путешествии мне удалось исколесить Россию, и я благодарен этой возможности. Я впечатлен теплым приемом, мотобратством и, конечно, сибирской природой. 44-летний байкер родом из Колорадо. Своё кругосветное путешествие начал несколько месяцев назад. Успел объехать всю Европу, после побывал в Турции и Грузии. И вот уже несколько тысяч километров намотал по России. Здесь ему удивляются даже дорожные полицейские. Не менее удивляет и мотоцикл Чарли, переделанный Харлей 2003 года с пробегом 400 тысяч километров. Мотоцикл пережил уже три капитальных ремонта двигателя. На этот раз байкер решил открутить от него всё лишнее, что может сломаться в дороге. На Харлее даже нет амортизаторов. На вопрос о том, не больно ли Чарли ездить по нашим дорогам без подвески, отвечает с юмором. Да, бывает, что временами встряхивает голову, но мне нравится. Байкер должен страдать. Чарли путешествует налегке. Говорит, главное, взял палатку, шорты, сланцы и инструмент. Остальное не так важно. В каждом городе России он останавливается на так называемых байкпостах. Такой есть и в нашем городе. Здесь его встретили красноярские мотоциклисты, которые оказывают необходимую помощь. Байкер Александр Шестаков говорит, что знает многих мотобратьев со всего мира, но такого, как Чарли, ещё не встречал. Он состоит в клубе в американском. По требованию для членов клуба каждый должен проехать в год не менее 25 тысяч миль. Это 40 тысяч километров, то есть это огромное расстояние. И частенько у нас спрашивают, чем же всё-таки отличается мотоциклист от байкера. Так вот, мы сейчас имеем возможность принимать у себя в гостях настоящего байкера, который живёт в седле и, в общем-то, несёт все тяготы и лишения при передвижении на мотоцикле. В каждой стране американскому байкеру дарят наклейки. Которыми он украсил вилку мотоцикла. Чарли также коллекционирует значки. Теперь на его байке есть и герб Красноярска. Уже совсем скоро байкер продолжит свой путь в сторону Владивостока, где встретит не менее добродушных людей. А после завершит своё путешествие в Мексике или Калифорнии. Евгений Шиповский, Илья Гришан. Новости Прима. Там какую-то поверхность. Там путь вилку. Угу. Чтобыバатерった портрет. Там путь вилку. Продолжение следует...